Сегодня полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Чебоксарах заседание совета. До его начала он вместе с Михаилом Игнатьевым и главами регионов ПФО посетил Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза Кочетова. Учебное заведение возвели в рамках окружного проекта кадетства. Что заинтересовало Игоря Комарова и губернаторов? Подробности у Дмитрия Ковалева. До своего назначения полномочным представителем президента Игорь Комаров на протяжении трех лет руководил Роскосмосом. Ему прекрасно известно, насколько военно-воздушным силам необходимы квалифицированные специалисты. Эту важнейшую кадровую задачу будут решать в Чувашском кадетском корпусе. Придущих летчиков здесь готовят начиная с пятого класса. Перед выпускниками открываются большие перспективы. Шефскую помощь Чувашскому кадетскому корпусу оказывает военно-воздушная академия города Сызрань. А также войсковые части Нижегородской области и Республики Мордовия. Реализацию этого проекта курировали экс-полпред президентов ПФО Михаил Бабич и министр обороны Сергей Шойгу. Чуть больше года назад было подписано четырехстороннее соглашение. За это время на месте пустыря был построен новый корпус и появился одноименный сквер. В перспективе здесь возведут и региональный центр по хоккею. Игорю Комарову и главам регионов показали, как за последние годы благодаря федеральным программам изменился город. Тема развития городской среды актуальна для всех регионов ПФО. Глава Республики Мариел отмечает, что Чувашия пошла по пути комплексного подхода к образовательному процессу. Я думаю, что вот это решение, когда учебному корпусу корреспондирует парк, зона отдыха, территория для спорта, все это продумано, все это разумно, современно. Есть специализация, это космические силы, это тоже очень правильно, потому что, ну, конечно, важно гуманитарные знания, но технические знания, они сейчас востребованы как никогда. Кадетские корпуса открыты в шести регионах округа, но только в нашей республике обучаются будущие летчики. По оценке руководителей субъектов, здесь для ребят создали идеальные условия. Губернатор Пермского края, несмотря на плотный график, присоединился к тренировке. Кадетам преподают уроки вольной борьбы, карате, баскетбола и тенниса. Это очень важное направление образования, которое поддерживается и в целом округе. Их очень замечательно, что в Чувашии такой действительно замечательный корпус. Вот, и в Пермском крае. На самом деле, очень большой процент детишек, которые оканчивают кадетские корпуса, они идут в обычные гражданские вузы, как бы, да. Но это, конечно, люди уже с несколько другим воспитанием, да, с несколько другим отношением к жизни. В учебном процессе упор на точные науки, основы безопасности и спортивный туризм. А сейчас они занимались просто задачей изучить все те инструменты, которые используются для деревообработки. Ножовка, фуганок, рубанок, дрель, все вот эти операции. Самецко, а все инструктажи проходят. Азы военной науки в кадетском корпусе постигают и девушки. Как вы сюда попали? Как здесь вам нравится? Все нравится. А почему решили прийти в кадетском корпусе? Потому что в кадетском корпусе уже нет. Отлично. Не сложно здесь? Рано, если ребята включают. Не получается все. Не стараюсь. Гостям показали, и в каких условиях проживают ребята. Для кадет возвели два спальных корпуса на 400 мест. Здоровье учеников на постоянном контроле специалистов медицинского блока. Здесь работают терапевты, инфекционисты, окулисты и стоматологи. Основная цель всех наших кабинетов вообще в нашей республике 63 стационарных кабинета. Чебоксаров 38. То есть основная цель – долгосрочная программа профилактики. Поскольку дети прибывают с младших классов до старших, поэтому мы имеем возможность их долгосрочно наблюдать. Игорь Комаров отметил, что для патриотического воспитания молодежи в республике сделано немало. Чувашский кадетский корпус полпред назвал примером для регионов округа. И здесь мы видим недавно открытый у нас кадетский корпус. Спасибо коллегам, что представили. Во всей России действительно усилия были сделаны большие. Полпред обсудил с главами регионов актуальные вопросы воспитания патриотов и оставил запись в книге почетных гостей. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.